ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает почти Власти страны продолжают обсуждать увеличение штрафа для водителей за непропуск пешехода Это может произойти в ближайшее время Дискуссия развернулась по следующему вопросу Поднимать штраф сразу до 2,5 тысяч рублей Или же оставить вилку от 1,5 до 2,5 тысяч Также не исключено, за повторное нарушение такого рода будет грозить более строгое взыскание ТРАССА СТО ОДИН С нового года, сообщает Авторевю, лимит выплаты по европротоколу увеличится с 50 тысяч рублей до 100 тысяч Кроме того, упрощенный порядок оформления распространят на аварии с участием не только двух, но и более автомобилей Плюс должно появиться мобильное приложение, позволяющее быстро передать данные о незначительном ДТП в страховую компанию ТРАССА СТО ОДИН В Госдуму внесен законопроект, разрешающий местным властям пользоваться базой данных ГИБДД Необходимо это для того, говорят авторы инициативы, чтобы администрации могли оперативно привлекать нарушителей ПДД к ответственности Например, речь идет о парковке на газоне В нашем городе фиксацией данных фактов занимаются инспекторы теруправлений Однако зафиксировать это только часть дела Надо еще найти водителя и добиться его явки на административную комиссию ТРАССА СТО ОДИН Чтобы определить, хорошо или плохо сделана дорога, не надо ждать год, два или три Достаточно заглянуть в проектно-сметную документацию, которая составляется перед ремонтом Такое открытие сделала прокуратура Омской области Она обнаружила, что во многих контрактах отсутствуют крайне важные моменты Например, нет материала, скрепляющего основу и верхний слой асфальта Ясно, что такая трасса покроется ямами через несколько месяцев По итогам проверки, блюстители закона вынесли несколько десятков предписаний главам муниципалитетов Несмотря на то, что спрос на легковые автомобили категории люкс в нашей стране остается на высоком уровне В целом таких машин насчитывается не так уж и много, порядка 10,5 тысяч штук По данным агентства Автостад, самый распространенный в России автомобиль класса премиум – Бентли На втором месте – Мерседес Майбах, на третьем – Мазерати и Роллс-Ройс Следом идут Феррари, Астон Мартин и Ламборгини Большинство таких транспортных средств зарегистрированы в Москве На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте До свидания Трасса 101 Трасса 101